Дайте слово! Дайте слово! Владимир Костин, как вы оцениваете эти поправки, которые вносит президент, вносит рабочая группа в Государственную Думу? Послезавтра будут обсуждать эти поправки в стенах регионального парламента, во всех региональных парламентах. Что вы думаете об этих поправках, как вы их оцениваете? Считаете ли вы их преждевременными или действительно настал для них срок? Считаете ли вы эти поправки революционными? Что думают ваши фракции по этим инициативам? Хотелось бы от вас это услышать. Спасибо. Во-первых, поправки не революционные с одной стороны. С другой стороны, несколько насторажена уже та поспешность, с которой пытаются сейчас эти поправки принять. И, откровенно говоря, у большинства населения, к сожалению, весьма посредственное было представление о той редакции Конституции, которая у нас действует на сей момент. И, честно говоря, может быть лишний всплеск интереса со стороны населения, вот такая поспешность проявит. Но, тем не менее, то, что сейчас предлагается, с одной стороны, есть абсолютно позитивные моменты, социальные моменты. Давно пора было их включить в Конституцию. С другой стороны, есть моменты, которые, ну, как минимум, вызывают вопросы. Самый банальный пример, да, когда дети являются достоянием Российской Федерации, да. Государство, это уже изменилось. Сегодня это уже изменилось. Я знаю, да, конечно же, знаю, что это уже изменилось, но, тем не менее, сама формулировка вызывала вопросы. И вот как раз те, кто опасается проявления юргенальной юстиции, в том числе, да, могут заподозрить, что как-то, может быть, ситуация в этой сфере поменяется. Но доработали. Опять же, вот говорить о том, что сейчас поправки в Конституцию идеальны, я бы не стал. Ну, как минимум, есть на чем работать. Ну, идеально вообще ничего не было. Ну, и более того, да, два момента ключевых, о которых хотелось бы сказать. Это первое. Как бы ни был прекрасен закон, он может стать прекрасным только в одном случае, если правоприменительная практика будет складываться так, что закон действительно в полной мере заработает. У нас с действующей редакцией Конституции не так. У нас декларируются права и свободы, которые нарушаются. Например, там, повысили пенсионный возраст, да, и сказать, что у нас вдруг жить от этого нашим гражданам стало лучше. Ну, язык не повернется. Стало хуже, честно, да, поэтому Конституция уже тут не сработала. И примеров там масса в образовании, например, есть. Проблемы, в частности, в Кировской области. И второй момент, который тоже важно понимать, что помимо Конституции нам, даже с учетом тех поправок, которые сейчас обсуждаются, принимать еще массу законов. Нам, я имею в виду, законодательные ветви власти. Здесь важно об этом, сегодня в Госдуме тоже много говорят, чтобы не была власть законодательная узурпирована одной партией. Потому что как бы классная Конституция не была прописана, мы в итоге получим ситуацию, в которой безальтернативно, без учета мнения населения будут приниматься законы, которые определят трактовку норм Конституции. И, наверное, не так, как многие сейчас представляют. Поэтому крайне важно и этот момент учесть. Но рассуждения на тему досрочных выборов в Государственную Думу, наверное, подогревают интересы. Я надеюсь, избиратель в этот раз не останется в стороне и тоже внимание выборам грядущим уделит. Как Вы считаете, будет ли высокая явка на так называемом общероссийском голосовании за эти поправки, которые предположительно состоятся 22 апреля? Не думаю, что явка будет больше 50% по стране. О чем это говорит? С одной стороны, это выше, чем явка, например, на довыборы, например, в Кировскую городскую думу, да, и сильно выше. Там у нас буквально 10-15% явка составляет. С другой стороны, когда явка выше, ну, хотя бы двух третей имеющих право голоса, можно говорить о том, что выборы интересны. Я не думаю при этом, что придет так много, потому что тема Конституции многих не волнует так сильно, как, например, тема повышения пенсионного возраста, упомянутого мы. Именно потому, что люди не совсем понимают, а что конкретно эти поправки в Конституцию изменят в их жизни. То есть все понимаем значимость, но пока еще не сильно понятно, к чему в итоге придем. И я могу сказать, что, ну, то обсуждение, которое есть, оно довольно закрытое, на самом-то деле, да, и все говорят, нужно объяснять, нужно объяснять, но пока никто ничего не объяснил. И эти поправки вносятся в стены парламентов буквально за пару часов до принятия окончательного решения. То есть текстом поправок сегодня депутаты ЗАГС Собрания только сегодня получили. Но уже не один день, не одну неделю, и все о том, что говорил президент, и что озвучилось послание президента, весь народ Российской Федерации слышал, мог обсудить, мог между собой внести какие-то предложения, вообще внести много что-чего. Конечно. До того, как в Государственной Думе, в Совете Федерации все это могли обсуждать. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что Конституция – это прежде всего нюансы. То есть важно, какие именно слова, цитаты и какие мысли заложены в каждую из поправок. То есть, а вот эти нюансы были внесены в стены и Государственной Думы, и региональных парламентов буквально только что. Ну, например, если говорить о региональном парламенте, мы не знаем, что конкретно мы будем обсуждать через два дня. Потому что второе чтение идет сейчас, обсуждение во втором чтении в Государственной Думе, а еще и предстоит третье чтение, перед которым не исключено еще будут поправки. Соответственно, говорить о том, что мы сейчас знаем, что нам предстоит принять 14-го числа, вот окончательную редакцию, не знаем точно. Потому что вот сейчас утверждать с уверенностью, что те поправки, которые рекомендованы к принятию и рекомендованы к отклонению, будут безоговорочно приняты либо отклонены, нельзя. Мы не должны дождаться результата в голосовании в Государственной Думе. Я думаю, что не совсем верно, потому что то, что обсуждается, это везде, во всех информационных пространствах, в интернете, по телевидению, радио, прессе, все, где что можно, это все обсуждается в открытом режиме. И поэтому, что мы не знаем и как не знаем, на сегодняшний день и вы персонально знаете, что именно обсуждается на законодательном собрании в субъектах Российской Федерации. Для чего, почему, откуда. Берман Анатольевич, у меня вопрос, а успеет ли население Российской Федерации ознакомиться, принять какие-либо собственные решения и попробовать вынести какие-то свои инициативы за оставшиеся меньше, чем полтора месяца до всеобщего голосования? Вы знаете, значит... Это ведь маленький срок, полтора месяца. Я очень рада, что население, как территория Кировской области, как и Российской Федерации, реагирует иногда быстрее, увереннее, чем, допустим, как бы другие выборные органы или там что-то из представителей власти. Значит, они действительно все отслеживают. Радио, телевидение, прессу обсуждают между собой, имеют свое мнение. Вот что такое открытое гражданское общество, вот что такое Российская Федерация, вот что такое свободное пространство, в котором можно обсуждать все. Значит, и президент всегда открыто выступает, значит, там, хоть послание, хоть в других обсуждениях, которые, значит, он свои высказывания говорит по изменению той же Конституции Российской Федерации. Значит, это все было озвучено послание, потом было обсуждение, потом носилась Государственная Дума, Совет Федерации. Все это отслеживалось каждым человеком, и то, что вот мы не знаем что-то еще, все, все уже практически знают. Рядовой гражданин, даже вот, ты спрашиваешь, задают вопросы прямо на улицах, значит, и говорит, а вот как вы думаете на этот счет, что будет по поводу семьи, там, материнства, детства? Да вы знаете, какие грандиозные предпосылки и какие, значит, изменения, в принципе, как бы вносятся в законодательство Российской Федерации. Значит, президент в настоящее время, значит, он, в принципе, предусмотрел все. И Конституционный суд, и формирование Совета Федерации, и Государственные Думы, всех ветвей власти, для того, чтобы было стабильно, сильное государство в рамках мирового сообщества. Вы знаете, что и не секрет, значит, и мы гордимся этим, что нас уважают на мировом уровне, значит, и посредством этого, что поступательное движение нашего президента в отношении того, что и Конституции по правке вносятся, и все остальные законы, сопутствующие этому, которые будут рассматриваться и рассматриваться уже в Государственном Думе, в Совете Федерации, там, значит, хоть в Совете Федерации или в Государственном Думе, как бы можно последовательно говорить, это очень важно для страны, и это очень все обсуждается в обществе. Не только в обществе, в структурах, организациях, которые, значит, в принципе, сейчас, возможно, все, значит, сама организация, различных сообществ, которые, в принципе, все это ревностно усваивают, обсуждают, вносят предложения, выходят с предложениями. Значит, и вот это свободно гражданское общество, которое, в принципе, как бы демократическое. — Герман Анатольевич, вопрос. В этих поправках Конституции, на Ваш взгляд, на Ваш взгляд, больше или... Чего больше, а чего меньше? Социальных предложений, социальной политики или именно политических предложений, которые затрагивают именно политические вопросы деятельности, существования нашей страны? — Вы знаете, очень хороший вопрос. На предложении последних лет мы все время обсуждаем только социальную политику и социальные вопросы государства. И это правильно. И от того, как репнет государство, и президент вносит в соответствии с этим, как экономическая платформа усиливается, значит, экономическая стабильность государства, значит, увереннее становится. С учетом этого поступательно президент вносит различные законопроекты или сам, или посредством Государственной Думы, или другими какими-то инструментами, значит, для того, чтобы социальные гарантии у семьи, детей, которые в этих семьях, значит, у пожилого человека, пенсионера, значит, и у человека труда, значит, эти социальные гарантии выросли, укрепились. И, ну, сегодня, вот как не наблюдаешь, все-таки общество чувствует себя увереннее, значит, что у него все-таки есть тыл, что он может свободно заниматься семьей, детьми, что все вот устроено, что социальные гарантии пенсионера, они уже не те, которые были раньше. Значит, они стабильнее, увереннее, выше и так далее. То есть это экономическое состояние... Вы это с избирателями своими обсуждали, они вкусно, что у них стабильнее стало в части... Вы знаете, все выше и выше. Нет, все, на самом деле, как бы, ну, тогда пообсуждайте. Я так как раз обсуждаю, в районы выезжаю. Значит, сейчас вопрос не о обсуждении пенсионного возраста, а социальных гарантии. Уважаемые господа, давайте немножко привем именно эту дискуссию. Я, если честно, мы сегодня подискутировали с вами о повышении цен на уровне. Это пенсионное, это пенсионное, это... От него все последующие политические и социальные решения, что нам мы вынуждены эти законодательные инициативы обсуждать с вами. Анатолий Михайлович, как вы считаете, к чему такая спешность о внесении этих поправок? Вы как оцениваете вообще эти поправки? Считаете ли вы действительно эти поправки важной вехой в истории политического развития нашей страны? Или это завуалированная ширма под какие-то сиюминутные задачи, возможно, под каких-то конкретных людей? Как вы думаете? Я внимательно прочитал все то, что сегодня есть и в интернете, и в прессе. И, в принципе, вот что бросается в глаза. Вот почему такая спешность? Вы помните, наверное, каждый раз, когда в стране назревали выборы, начинали предпринимать какие-то действия. Так в свое время было в 2008 году, когда начали писать вот эту программу или стратегию 2020. И там нам обещали пятое место в мире в экономическом развитии, зарплату в 2700 долларов, 120 миллионов квадратных метров жилья в год, строительство и так далее. Там много чего было наобещано. Но все это, так сказать, ушло, и не знаю, будет ли. И вот сегодня новый, так сказать, виток, но здесь уже ничего не обещают. Поймите, вот то, что сегодня записано, там, индексация пенсии, социальные пособия, так это все в законах сегодняшних, это все прописано. Причем ведь никто не обещает, что вот минимум, прожиточный минимум, пенсия не более там прожиточного минимума, а зарплата там прожиточный минимум. Ну хорошо, тогда как жить на этот прожиточный минимум сегодня? Вот вопрос возникает. При том, что ситуация меняется в экономике и так далее. Никто не знает, какой это будет прожиточный минимум завтра. Могут его сделать не 11 тысяч рублей, как сегодня, а могут сделать 5 тысяч рублей. Это тоже будет прожиточный минимум и все прочее. Поэтому я считаю, что это очередная афера. И афера она еще почему? Потому что нам предлагают сегодня голосовать сразу всем пакетом. За все поправки сразу. Но действительно есть некие вещи, которые стоят, так сказать, внимания и стоят поддержки. Но за все сразу голосовать, это слишком, так сказать, ну, наверное, уже перебор. Потому что вот есть, например, такая статья 67 со значком 1. Тут написано много чего интересного. И вот интересная фраза такая, даже специально взял. «Сохраняя память предков». Вот как можно сохранить память предков? Их сегодня нет. И, допустим, то же самое нам идеалы, передавших нам идеалы и веру в Бога. Нас считают, что мы все верующие. Так, извините, большая часть страны это сегодня атеисты, они верующие. Почему мы должны сегодня веровать в Бога все? И какой Бог этот? Чей этот Бог? Иисус Христос, Магомед или там Мухаммед и так далее. Вот. И еще интересный очень момент. Вот дети, вот уже Владимир Александрович сказал, хоть вы говорите, что уже поправили там, но, понимаете, это позиция, которая сегодня, если считать детей достоянием государства, это позиция очень вредная. Она вообще, сегодня дети достояния семьи, а не государства ни в коем мере. У нас же не феодальное, не роволюрическое государство. Поэтому, если все время была политика на то, чтобы семейное воспитание, приоритет семейного воспитания, то вдруг сегодня государство объявляет себя главным родителем, если вдруг ребенок потеряет семью. То есть много таких интересных вещей. Президент действительно выступал 15 января о том, что нужно предоставить больше полномочий парламенту. Но вот почитайте статью, где говорится о том, как президент будет назначать или как будет назначаться премьер-министр. Там ничего не изменилось, там поменялись только слова. Если раньше президент назначал премьер-министр согласие Думы, государственной Думы, то теперь он будет предлагать Думе этого кандидата, она будет его утверждать. И не один раз. А после этого он его назначит. Ну и в чем тут изменение? Ну есть же изменения. Это слова, это ничего не меняет, так сказать. Есть порядок. Причем президент на себя натянул такую массу власти, такой объем власти, что даже сегодня этой власти у него нет. Он же, понимаете, стал, по сути дела является теперь главой правительства, заседает, ведет заседание правительства, так сказать, назначает заместителей премьера и так далее, и так далее. Сегодня суды под ним, сегодня все силовые структуры под ним. Извините, это никакая не демократизация, это наоборот зажим всего. Сегодня местные органы власти вводятся, так сказать, в систему государственных органов власти. Вот мы говорим гражданское общество. А какое гражданское общество? У нас эти местные органы власти не были в системе государственных органов власти. Теперь они заводятся туда. Да, эта вертикаль выстраивается снизу доверху, причем очень жесткая вертикаль. Ну, я не знаю, правильно ли это, но никто это не объясняет. И какие последуют дальше сигналы и так далее. И вот в этой ситуации, конечно, очень интересно будет, а что будет после того, как это все будет принято. Ведь все мы знаем, что в 2018 году мы проголосовали за президента, ну и в итоге сразу же появилась, так сказать, концепция реформирования, пенсионной реформы. Вдруг появилась не с того ничего, хотя президент обещал ничего не делать. Вот сейчас, на мой взгляд, самое ближайшее, что может произойти после 22 апреля, это государство перестанет поддерживать рубль, и рубль обвалится. То есть, и таким образом наше население, все эти пенсионные наши выплаты, компенсации и прочее, заработная плата, все рухнет сразу же. И в итоге вот весь разговор. И я еще не могу сказать, потому что не знаю, а что там еще приготовлено дальше. Потому что это не случайно все делается. Так что, на мой взгляд, не надо ходить на выборы, голосовать, вернее, за эти поправки. Вот даже та конституция, которая сейчас действует, она более написана простым языком, более понятным. А то, что сегодня засоряется вот это все всякими предложениями, ну, вплоть до того, что девушка, которая выходит замуж, должна быть девственницей. Ну, это, конечно, много чего там понаписанным, не все знаем. Но, извините, с такой вещью это глупость. Причем, когда я слушал президента, когда он выступал, он четко обозначил, по-моему, только политические вопросы, так сказать, ну, наряду с некими. А сегодня все сюда затаскивают, буквально пытаются. Ну, не знаю, это перебор, на мой взгляд. Уважаемые коллеги, Анатолий Михайлович, вот я, на мой взгляд, как здесь, если самое важное, человеку труда, социальному гарантиям отводится это. Все учитывается в послании президента и вот в том, что и какие изменения в Конституцию вносятся. Это Конституционный суд, формирование других органов. Все поступательно... А что Конституционный суд? Было 19, стало 11. И как они работают будут, еще никто не знает. Дело в том, что все прописано. Раньше ничего не было прописано. Как формироваться, где формироваться. Конституция – это основной закон. Конституция – это общественный договор народа и государства. И вот это смысл всего этой Конституции. Но народ должен договориться, он должен увидеть для себя что-то полезное в этих тактих вещах. А сегодня Конституцию мы просто испортим вот этими поправками, и ничего хорошего в ней не будет. Вот и все. Федор Сураев, справедливая Россия. Хотел бы услышать ваше мнение по такому вопросу. Есть, витает такое мнение, что эти поправки Конституции можно было бы оставить в виде новых законов или внесения изменений в закон. Зачем именно менять главный документ страны? Вопрос, как мне кажется, до сих пор остается открытым. Это первый вопрос. Второй вопрос. Считаете ли вы, что на всеобщем голосовании 22 апреля люди проявят сознательную политическую и общественную активность, придут на избирательные участки, поддержат или не поддержат, на ваш взгляд, вот те поправки, которые вносятся? И как вы сами оцениваете эти поправки в Конституции? Ну, во-первых, всем добрый день. На первый вопрос хотел бы сказать, что да, действительно, вот те поправки, которые предлагаются, можно было установить отдельными там федеральными законами. Вот, но для того, чтобы придать им значимость, и впоследствии сложнее было их отменить, изменить, я считаю, для этого именно их вносит в основной закон нашей страны. По поводу голосования сложно, конечно, прогнозировать. Я думаю, что все-таки большая часть населения придет и проголосует на избирательных участках, но там поддержат, не поддержат, ну, скорее всего, поддержат. Ну, это такой мой прогноз. Вот, ну, увидим 22 апреля. Люди сейчас больше думают о Конституции или о своем холодильнике? Я думаю, что люди больше, наверное, все-таки думают и о холодильнике, и вообще о том, как они живут, о своем месте, где они живут, о том, в каких условиях они живут. Вот, и для них это, ну, наиболее актуальный вопрос, а вопросы там Конституции, ну, не на первом месте, так скажем. Вот, ну, и мое отношение к Конституции, ну, Конституции понятно, а к тем поправкам, которые предлагаются, меня все-таки немножко смущает, вот, как раз зависимость судебной власти от, так скажем, исполнительной, потому что, ну, основные принципы демократии – это разделение властей, то есть исполнительная власть отдельно, законодательная власть отдельно, судебная власть отдельно. Тут у нас получается прямое подчинение судебной власти исполнительной, и тем самым встает вопрос о том, какие решения они будут принимать, и будут ли эти решения, так скажем, независимы и, ну, справедливы. Вот, в этом вопрос, и вот меня лично смущают именно вот эти моменты в предлагаемых поправках. Многие, наоборот, отмечают другую мысль, что судебная власть, а именно Конституционный суд, становится ключевой точкой в решении всех законодательных инициатив. Именно Конституционный суд будет рассматривать на предмет соответствия Конституции новые внесенные законопроекты, которые может вносить президент, Конституционный суд может отменить любую законодательную инициативу Государственной Думы. Если мы сейчас говорим о том, что Госдуме дают дополнительные полномочия, косвенно, по крайней мере, об этом речь шла, что в Госдуме всё-таки есть небольшой подарок в виде дополнительных полномочий, то любой законопроект Госдумы Конституционный суд может развернуть, сославшись на его неконституционность. Поэтому, мне кажется, тут в этой ситуации Конституционный суд, наоборот, возвышается над и законодательными органами власти, и даже, я думаю, над исполнительными. Но это моя точка зрения, и такая точка зрения тоже витает, и она имеет место быть. Так вот, сегодня действительно достаточно эпохальный день. Мало того, что мы видим, что происходит на фондовых биржах, мы видим, что происходит с ценой на нефть. Это наш главный экономический ресурс, к сожалению или к счастью. Мы видим, как подскочил доллар и евро. Это означает то, что все импортные товары рано или поздно в Российской Федерации подрастут в своей цене. Это означает, что бизнес, малый бизнес, средний бизнес будет увеличивать, снижать маржинальность собственного бизнеса, увеличивать стоимость, а рано или поздно за это будут платить покупатели, россияне. Но это не на этом фоне. К сожалению или к счастью, случилось не связано с Российской Конституцией. Но, тем не менее, это бы тоже нам в следующем эфире обязательно надо будет обсудить. А что касается этих поправок, то у нас еще есть буквально 6 минут времени. Буквально каждый по 2 минуты может высказать дополнительно, что думает об этих поправках Владимир Костин. Как вы считаете, что вы еще можете отметить в этих инициативах? Самое ключевое, я уже сказал. Важно, чтобы Конституция, вновь принимаемая с поправками, либо оставленная та, которая есть, четко соблюдалась. То есть, если это основной закон, он должен соблюдаться. Если права там прописаны, они должны выполняться безоговорочно. И второй момент. Важно понимать, что те, кто будет обеспечивать создание новых законов, которые будут подкреплять поправки в Конституцию, это люди, которые твердо представляют, что происходит на местах. Вот сейчас, еще раз говорю, вот та узурпация одной политической силой законодательной власти не способствует развитию нашего государства никаким образом. И сменяемость должна быть обязательной. Это наверняка тоже должно быть предусмотрено Конституцией, в коль мы так далеко пошли. На мой взгляд, еще важно было бы предусмотреть определенный статус наших недр. Под определенным статусом, я понимаю, отнесение этих недр в пользу жителей Российской Федерации. Но, к сожалению, этого в поправках, насколько я знаю, отражения не нашло. Для меня это тоже очень важный вопрос. Надеюсь, что при принятии в третьем чтении подобные поправки будут. Анатолий Михайлович, вижу, Вы хотите что-то добавить. Я считаю, что в любом случае голосовать в целом за весь пакет предлагаемых поправок просто нельзя. Это не демократично. Нужно или разбить их, так сказать, на какие-то разделы, политические, экономические и так далее, социальные вопросы. И тогда, чтобы каждый мог выбрать, за что он будет голосовать. А если голосовать в целом за весь пакет, это очень неправильно. И поэтому я считаю, что населению нашему народу не надо ходить на выборы до тех пор, пока этого сделано не будет. Иначе это будет очередная афера, за которую мы будем долго-долго расплачиваться. Герман Анатольевич, как Вы считаете, что можно дополнить? Ну, дополнить очень много можно будет. Развитие общества на данный момент, оно не то, что было ранее. Сейчас каждый гражданин везде и всюду осведомлен через любые средства массовой информации. Значит, и как выяснить ситуацию, как обвиняться мнениями, переговорить друг с другом, или с депутатом, или с кем-то. Возможности безграничные. Значит, сейчас, вот Владимир Александрович сказал, узурпация власти. Какая узурпация власти? Многопартийная система. Политическая система очень развита в Российской Федерации. Мы не отходим к тем вехам истории, когда была, значит, только однопартийная система. Сейчас есть свобода слова высказаться любой политической партии, политической системе нашей страны. Что мы и делаем сегодня. Спасибо вам на этом, что мы можем обсуждать соль верны. Для того, чтобы понять, что вносится, что обсуждаться за тот промежуток времени со времени послания президента Российской Федерации, ну, каждому человеку в каждый день можно обсуждать с утра до вечера. Значит, и это, в принципе, делают не только в городах, селах там, в отдаленных населенных пунктах, на всей территории Российской Федерации. Значит, и люди у нас сегодня подготовленные. Значит, они имеют свое мнение, сформированное мнение. Если им что-то непонятно, конечно, они обращаются к специалистам, к депутатам и разному уровню другого. Вот это, в принципе, о том, что в свободное общество, в свободной развитой стране, в свободной политической системе, о том, что это. Это как бы все стабильно. О том, что, значит, куда-то еще можно там разбить по частям, куда-то еще перенести, обсудить. Значит, мы так будем обсуждать годами. Здесь, в принципе, все понятно, ясно. Основные постулаты изложены президентом. Значит, вплоть до того, что и ветви власти, и гражданского общества, ну, основа всего – это человек, это семья, это дети. Вот эта ценность нашего общества о том, в том, что, ну, в общем, как бы развитие общества, все идет от семьи, от детей, от людей нашего общества. Поэтому я считаю, что все, в принципе, идет поступательное и правильное развитие нашего общества, и политической системы тоже. Федор Сураев. Ну, я все-таки хотел бы добавить о том, что приходить на выборы все-таки, я считаю, необходимо, и выражать свою гражданскую позицию тоже необходимо, иначе там есть вероятность, что ваш голос может быть использован в других каких-то целях. Вот, поэтому всех избирателей призываю прийти на выборы и проявить свою гражданскую позицию. Ну, а по поправкам еще хотел бы добавить, там ведь в поправках идет речь не только о Конституционном суде, есть еще там о Верховном суде, то есть у президента появляется полномочия назначать председателя, заместителя и членов Верховного суда. А если у нас российские законы будут выше международного права, как предлагается в поправках Конституции, соответственно, это будет, ну, самый высший орган, который будет, так скажем, принимать последние окончательные решения. То есть и никакие обращения потом в международные суды не поможет. Поэтому вот у меня в связи с этим возникают опасения не в рамках Конституционного суда, а в рамках Верховного суда, будут ли эти решения, так скажем, беспристрастны и справедливы. Вот о чем я хотел сказать. Спасибо. Я бы хотел от себя дополнить, что предстоящее всеобщее голосование 22 апреля хочется его видеть честным, прозрачным, легитимным, чтобы не применялся административный ресурс, как мы привыкли видеть это на любых избирательных кампаниях, чтобы россияне сами за себя приняли решение вносить или не вносить поправки в главный документ нашей страны. Хочется верить, что на местах ни чиновники, ни представители политических партий не перестараются и не сделают как хуже. Хотели как лучше, может получиться как хуже. И люди и так озлоблены сегодняшней, на мой взгляд, это мое особое мнение, сегодняшней экономической ситуации, что люди могут и не поддержать эти поправки, потому что это все инициативы, это все слова, это все записи в конкретный документ. Но люди приходят домой, открывают холодильник, берут платежку, квитанцию за оплату коммунальных услуг и видят, как изменяется их жизнь, как падают реальные доходы населения. Ведь давайте не будем забывать, что реальные доходы населения не растут уже который год, и все это люди видят, все это понимают и обсуждают на кухне. Действительно, Герман Анатольевич, на кухне обсуждают люди и политическую ситуацию, и социальную ситуацию. Я согласен, что не растут. Есть и другая информация, есть и холодильник, есть и карман, есть карман реального человека, который пустует. Вот вся суть Единой России. Договорились друг друга не перебивать, Герман Гончаров перебил всех абсолютно за столом. Спасибо Единой России, у нее все растет. Мы для этого здесь собираемся, это и есть стол для дискуссий, здесь представители всех политических партий дискутируют, высказывают свою точку зрения. Здесь не съезд, а дискуссии. Тем самым мы создаем так называемые пятиминутки для политических партий, которые были в стенах регионального парламента. Приносим их, скажем так, сюда, в прямой эфир. Люди слушают, аудитория здесь на этой передаче очень большая. Поэтому я рад, что все представители политических партий высказались о своем мнении. И увидимся на следующую нашу передачу. Всего доброго вам, до свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Дайте слово.